Сейчас при входе в храм Живоносный Источник в Успенском монастыре, с правой стороны, где обычно у нас выдаются свечи, просфоры, можно увидеть иную картину. Это стол зарядки гаджетов, телефонов, которые люди приносят. В связи с отсутствием глобального электричества мы говорим о том, что можно в Успенский монастырь, можно приносить, у нас в Нижнем храме будет возможно зарядить любые телефоны, компьютеры, гаджеты, планшеты. Но единственная просьба, обязательно ставьте телефоны на беззвучный, потому что во время богослужения можно услышать абсолютно все рингтоны мира. Поэтому детская епархия со своим народом будет максимально заботиться о том, чтобы помочь людям сделать все, чтобы пережить эти сложные времена. Не только в Успенском монастыре можно будет зарядить телефон, пить чай, погреться, перекусить. Можно это еще будет сделать в других храмах. Это Свято-Алексеевский храм, это Молдаванка, Владимирский храм, поселок Адловский, Троицкий собор-центр, Иллинский монастырь-центр, Мария Магдалина, 9-я станция, Луки Крымского, Архангела Михаила, Татинистая, и храм Рождества Богородицы Слободки. Мы оставляем номер телефона на экране, в описании. Пожалуйста, звоните заранее, выучить маршрут. И сейчас мы будем говорить о том, как люди выходят и выучить горячий чай, печенье, перекусить. Я думаю, что вся эта ситуация нас приведет к тому, что до 2014 года у нас было две литурки в монастыре. В связи с ленениями появился спектр, потому что люди обратились к Богу, обратились к церкви. И даст Бог, прижимаем эту зиму, и станет доброй традицией, что люди, или другие, будут собираться с настоятелем, с батюшками, пить чай, разговаривать о общих проблемах. И самое главное, делиться опытом, поддерживать друг друга, да, в каких-то скорбях и испытаниях. И поздравлять даже с праздником. И может это послужит к тому, что будет не пять или другие, а десять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok